Первый вопрос, какова ситуация у нас сейчас в экономике, как мы справляемся с проблемами. Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам, экономика у нас сработала, ну по крайней мере, не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года, но, как вы говорите, не в тупую, так, не напрямую, что мы там тракторы, автомобили создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать, поэтому это важно. Ну и прогноз на 2021 год, я попрошу кратко, почему? Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки. Вот этот комплекс вопросов, ну и ситуация на предприятиях. Тут же нам пытались раскачать обстановку, забастовка, ультиматумы выдвигали. Я, в общем-то, понимаю в теме, что молодцы, рабочий класс наш и техническая интеллигенция, ну просто молодцы. Они поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Еще раз подчеркиваю, поняли, что могут потерять. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Но, тем не менее, как вы видите в экономике ситуацию и на наших ведущих предприятиях прежде всего. – Товарищ президент, если кратко говорить о итогах развития экономики по 9 месяцам, то ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. В принципе, по третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года, хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация, связь, финансовый сектор и наука.